Дорогие друзья, мне время очень ограничили организаторы, дали всего 15 минут, я постараюсь быстро мазками рассказать о нашем учреждении, местами даже не останавливаясь на нюансах, вы можете их уточнить у экспертов, а может быть у нас на сайте, а может быть потом по жизни разберетесь. Я хотел бы сказать, что наше учреждение это старейшее учреждение, научно-практическое институт онкологии, это первый в Советском Союзе, который организовался, нам через 4 года будет 100 лет. Здесь, в этом центре, но территориально не здесь находился, но в этом институте, научно-практический Ленинградский институт онкологии, зарождалась наша отечественная онкология. Тогда, еще в конце 20-х, в начале 30-х годов, а еще до организации онкологической службы, а вы помните, что онкологическая служба была организована постановлением правительства в 45-м году, еще много лет, а уже здесь были заложены основы организационно-методической работы. Первые амбулатории занимались вопросами профилактики на самых разных уровнях. Онкологическая статистика, которая вышла уже через 10 лет по анализу за пятилетия. Здесь специалистами, учениками Петрова создавалась первая школа онкологов, первое образование. Сначала в рамках кафедры хирургии у Николая Николаевича Петрова, потом это были курсы, потом доцентские курсы. И в 44-м году, можно я вам слайд покажу, в 44-м году была создана кафедра онкологии на базе Гедуа. Тогда там могла быть кафедра, но она базировалась в научно-практическом институте, и она всегда здесь оставалась. Образование – это прежде всего, это наше будущее, и это все понимали. А если говорить, а как происходило в других вузах, да, потом появились курсы в других вузах. Первая кафедра в Ленинграде онкологии появилась в 76-м году в Первом медицинском институте. В институте Мечникова, да, это уже была медицинская академия в 1996-м году, в Санкт-Петербургском университете в 2000-м году, ну, мы стараемся традицию развития образования в нашем учреждении поддерживать на высоком уровне. Я хотел бы подчеркнуть, всегда, вот еще с того времени, наш институт был лидером в организации методической работы. И видите, Министерство здравоохранения определило, нет, в то время, вот в 47-м году, это Академия наук определила, что наше учреждение являлось методическим научно-консультативным руководством онкологической службы всех республик, кроме Российской Федерации. И с 56-го года мы руководили всей научной работой, касающейся онкологии во всех вузах, институтах, даже не профильных, там, биологии и так далее. И с активным участием были созданы 10 научно-исследовательских институтов в онкологии, радиологии и рентгенологии в республиках Советского Союза, и специалисты готовились здесь, в нашем центре. Я, прежде чем говорить, конечно, каждый хочет, прежде всего, услышать, как мы занимаемся диагностикой и лечением, но для нас очень важным является все-таки мы национальный центр научно-исследовательского подразделения. Это какими научными направлениями мы развиваемся и в чем мы являемся лидерами. Я не могу вам сегодня много говорить или все там говорить, тем более. Но вот яркие лаборатории, я все-таки так бегло ознакомлю. Это лаборатория молекулярной генетики, которую возглавляет профессор Именитов. Это самая крупная молекулярно-генетическая лаборатория в онкологии, которая занимается проблемами науки, прикладной науки, те исследования, которые идут в клинике. Вы знаете, 30 наследственных состояний или заболеваний предрасполагают к раку, и более 100 генов также являются ответственными за возникновение онкологических заболеваний. Мы их знаем пока столько, а вот эта лаборатория, специалисты ищут маркеры этих заболеваний, ищут генетические маркеры, которые повлияют на исход заболевания и на определение, как лечить это заболевание. Я могу сказать, что здесь за специалистами этой лаборатории есть даже открытие гена ДЛМ. Он был при другом заболевании, но при двустороннем поражении генов, при расположении к раку молочной железы и так далее. Лаборатория онкоиммунологии, более 25 лет существует в этом учреждении, создано более 10 вакцин, одна зарегистрирована. К настоящему времени пролечено более 900 пациентов и оказана эффективность. Более чем 40% это у тех пациентов, у которых все традиционные методы уже неэффективны. Это самый верх персонализированного подхода к лечению онкологических заболеваний. Лаборатория исследований субклеточных структур – это тоже очень перспективная лаборатория, которая занимается изучением микро-РНК. На этой основе разрабатываются тесты. Я надеюсь, уже к этому году, Анастасия Валерьевна, у нас будет 4 теста в руках по диагностике основных онкологических заболеваний, которые отличаются высокой специфичностью и чувствительностью. Могут применяться не только для ранней диагностики, но и для скрининга. Но я надеюсь, а сейчас разработки по изучению нано-визикул нас подвигают к мониторированию эффективности системного лечения при лимфопролиферативных заболеваниях. У нас целый отдел есть, который занимается клиническими исследованиями. Каждое подразделение ведет свое направление. Есть яркие страницы на отделении профессора Карачуна Алексея Михайловича. Вот это клиническое исследование, оно на профессиональном сообществе онкопрактологов, европейское сообщество, в 2017 году было признано лучшим исследованием Европы. Там уже исследования, 8 центров российские были задействованы, исследования закончены, подводятся результаты. Но нам есть что показать. На этом отделении еще таких 4 исследования по международным критериям сейчас разрабатываются. Основной вектор развития нашей науки, клинических подразделений – это персонализация лечения. Это органосохраняющее направление в хирургических технологиях. Это уменьшение облучения при радиологическом лечении путем исследования сигнальных лимфатических узлов. Это индивидуальные протезы при поражении костей. Это клеточные продукты, вакцины. Это генетические исследования. И создание центров компетенции, которые работают на самом высоком экспертном классе по лечению. Ну, например, перфузия легких при множественных метастазах в легких. Это центр лечения рака мочевого пузыря, герменогенных опухолей, сарком и так далее. Ну, например, один из... Вот сейчас разрабатывается метод лечения на отделении опухоли молочной железы по безоперационному лечению рака молочной железы. Они вот так назвали деэскалация хирургического лечения. Когда этот метод позволяет полностью вылечить заболевание и уйти от лечения. Это наши клинические подразделения, где находятся пациенты. Салатного цвета это хирургические подразделения. Это 65% коек. Кирпичного цвета это отделение для системного лечения. Желтого цвета это лучевая терапия. Не буду останавливаться на этом. Знаете, вкратце, вот полторы тысячи сотрудников, из них каждый четвертый врач. У нас, кстати, и 400 медицинских сестер. Видите, какое соотношение. Каждый шестой доктор медицинских наук из врачей. А каждый третий кандидат медицинских наук. Видите, 23 профессора. 405 коек. 15 тысяч госпитализаций. Это по 2022 году. Десятая часть это дети лечатся у нас онкологическими заболеваниями. Более 7 тысяч операций. 150 трансплантаций костного мозга. В том числе аллотрансплантации. В том числе трансплантации у детей. Основным, кем мы себя позиционируем, это хирургическое подразделение с креном на малоинвазивные вмешательства. Это позволяет улучшить качество онкологическим больным. И если вы проанализируете все подразделения, но очень ярко видите, вот на перечне, при вот этих нозологических формах, уход на малоинвазивные операции, в данном случае эндовидеохирургические вмешательства и роботизированные технологии, доходят до 100%. Мы являемся в этом отношении лидерами. Малоинвазивная вмешательство позволяет достать опухоль из любой части тела и туда подвести лечебное воздействие. Ну, в данном случае, вот видите, криоустановка, которая создана тоже в этом центре и не уступает другим международным аналогам. И мы сейчас это практикуем при опухолях мягких тканей, почки, молочной железы, легких, метастазах в кости. Это сейчас проходит в рамках клинических исследований и в рамках апробации клинических исследований. Мазками несколько, вот по некоторым подразделениям, очень ярким, потому что есть у нас такие отделения, которые являются, пожалуй, самыми сильными у нас в России, опухоли молочной железы подразделения. Видите, одна треть только это операции мастектомии. Две трети – это малоинвазивные операции, пластические операции, органосохраняющие. Мы очень продвинуты в отношении развития пластической хирургии молочной железы. Недавно вышла большая монография «Атлас» вместе с нашими венгерскими коллегами. Отделение по лечению опухолей мягких тканей и костей, 3D-планирование будущих протезов, 3D-печать. Это поистине персональное изготовление протезов, что позволяет сохранять качество жизни. Центр лечения опухолей мочевого пузыря. Почти 100 пациентов в год проходит. Это самый крупный центр по лечению рака мочевого пузыря на северо-западе. Преимущественно делается малоинвазивно. Крупные операции, вот я уже сказал, изолированная перфузия легкого. Очень сложные технически. В России никто их не делает, эти операции. В Европе единичные. Видите, в руках Евгения Владимировича, извините, я проскочу, в Евгении Владимировича их почти 400 перфузий, в том числе больше, чем у 70 – это дети. Ну вот посмотрите, он продемонстрировал. 13 лет прошло, как прооперировал, она еще была ребенком. Почти 50 очагов в одном легком, 28 очагов в другом легком. Операция, удаление метастазов, перфузия и полное излечение при четвертой стадии заболевания. Другая сложная патология – поражение брюшины, канцероматоз брюшины. Ну, чаще это специфические заболевания, псевдомиксома, мезотелиома. Но наши технологии позволяют им продлить жизнь, улучшить качество жизни. Также центр лечения вот таких видов опухолей. На отделении онкогинекологии, кроме вот лечения продвинутых заболеваний, приверженность малоинвазивным мешательствам. Это, пожалуй, самый продвинутый центр у нас в России онкогинекологии, где почти все операции делаются малоинвазивными способами. И на этом отделении впервые начали применять биопсию сигнальных лимфатических узлов при помощи гианциан-зеленого. И сейчас это захлестнуло, делается в разных областях, но начиналась она именно здесь. Ну, не могу я не показать Замиру Ахмедовну. Ну, во-первых, очень большие, сложные операции делаются, но я ее еще и показываю, потому что очень она много работает с молодежью, очень любит молодежь, и молодежь к ней относится с почтением и с любовью. Специалисты системного лечения злокачественных заболеваний. Вы знаете, конечно, национальный центр – это прежде всего сложные технологии, но как уйти нам от системного лечения? Кроме того, мы концентрируем сложные патологии, которые нуждаются в особом лечении. Там герминогенный центр, центр лечения сарком там и так далее. Видите, в год там проходит, пролечивается 1200 пациентов и более 10 тысяч получает консультацию. Это обучение, это работа с регионами в основном ложится на плечи наших специалистов по системному лечению. Отделение радиотерапии у нас хорошо оснащенное. Четвертый ускоритель поставим в этом году. У нас тут два терапия для внутритканевой и лучевой терапии. Все самое современное. И есть лаборатория радионуклидной диагностики. Тоже все современное. Есть аппарат, которому аналога нет в Восточной Европе, в России для синтеграфии молочной железы. Также занимается сигнальными лимфатическими узлами для того, чтобы обеспечить процесс персонализации при других технологиях, как при хирургических, так и при лучевой терапии. Ну и, конечно, лаборатория патоморфологии. Патоморфология сердца нашего учреждения, куда мы денемся без правильного диагноза. И Анна Сергеевна, конечно, любит молодежь. У нее там кружок организованный. Она очень любит после обеда давать дополнительные знания молодежи. У нас создана лаборатория для симуляции процессов, то есть симуляционные центры для отрабатывания навыков. И там же две операционных. Там эндовидеохирургическая стойка, наркозный аппарат. Все самое современное для проведения операции. Видите, как она проводится на крупных домашних животных, на свиньях. А вот справа две фотографии. Это вчера была. Это не учебный процесс, это научный процесс. Наши соседи испытывали препарат на печени с выполнением хирургического вмешательства. Ну и, конечно, учебный отдел. Сердце для нашей молодежи. Возглавляет Михаил Васильевич. Здесь 32 сотрудника. Аспирантов и ординаторов 150 человек. Это, по-моему, снимок сделан в прошлом году. Мы выпускников наших поздравляли. Научно-методическая работа центра обеспечивается прежде всего этим отделом, который создан с началом федерального проекта НМИЦ. Возглавляет Юрий Игоревич. Это отдел, который отвечает за качество оказания помощи в регионах Российской Федерации. Мы отвечаем за Северо-Запад. Но практически работаем по ряду направлений со всей Россией. Кроме того, что осуществляется мониторинг, еще осуществляется телемедицинская консультация, работа референсного центра. И я хотел бы сказать, что мы являемся учебной базой кафедры онкологии медицинских вузов Санкт-Петербурга. Мы являемся учредителем журнала «Вопросы онкологии» с 1955 года, «Успехи геронтологии» с 1997 года. Мы учредители Петербургского онкологического общества с 1955 года, «Ассоциация онкологов Северо-Запада» с 2013 года. В регионах мы работаем с 2017 года и ежегодно мы проводим более 150 научно-практических конференций. Референсный центр – это обеспечение второго мнения по гистологии, иммуногистохимии, молекулярной генетике и лучевым методам диагностики. Работаем со всеми регионами Российской Федерации. И, конечно, наша гордость – это информационно-сервисная служба. Самое крупное подразделение у нас возглавляет его Анна Николаевна. Работает с 8 утра до 9 вечера, один день выходной в году – это 1 января. У нас министр здравоохранения был неделю назад был удивлен масштабами работы этого подразделения. Обеспечивает коммуникации с пациентом, обеспечивает доступность нашей помощи, связь и поддерживает связь с теми пациентами, которые у нас ушли, для того, чтобы манипатировать их состояние. А также телемедицинские консультации, работа референс-центром. Очень большой список обязанностей, которыми занимается этот центр. Спот – это наша молодежная организация, организация, неорганизация, мероприятия, научно-образовательная программа для российских онкологов. Ну, наверняка вы знаете, что это такое. Наверное, подключались, если вы сюда пришли. Наверное, знаете. Я очень благодарен нашей молодежи, которая очень активно занимается этим. Ну и говоря о наших перспективах, я хотел бы сказать, что у нас, видите, вот справа корпус заканчивает строить. Вот его макет посредине, он будет готов к концу следующего года. Слева – это детский центр, который будет сдан в 26-м году. Нам обещали пансионат построить, центр ядерной медицины. Все это в перспективе. Если вы будете работать у нас, там будете работать. Ну и еще. Мы молодежи очень много уделим внимания. На всех наших мероприятиях выступает молодежь. А на отдельных мероприятиях, а сердцем наших общественно-научно-практических мероприятий является форум «Белая ночь», который будет с 3 по 6 июля. И там будут целые сессии, посвященные нашим молодым ученым. Там будут конкурсы, доклады. Мы вас приглашаем. Даже если вы не станете нашими к тому... А, вы еще не станете к тому. Даже если у вас изменится желание дальше развиваться вне онкологии, все равно мы вас приглашаем. После этого, может быть, произойдет реверс вашего желания. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует...